Где это сказать? Конечно будет совпадать. Как отметили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за 9 месяцев текущего года животному миру региона причинен ущерб более чем 8 миллионов тенге. В ходе осуществления рейдов было вынесено 54 постановления о привлечении к административной ответственности. Даже был выявлен факт незаконного воза на территорию области Тигра. Рейды и контрольные выезды проходят на постоянной основе. К слову, в области насчитывается 138 охотничьих хозяйств. Но несмотря на ряд профилактических мер, жажда легкой наживы не останавливает нарушителей. Принято решение от Мольской областной территориальной инспекции лесного хозяйства об открытии осеннего-зимнего сезона охоты, то есть на водоплавающую птицу с 5 сентября и на копытных, на пушных видов животных с 1 ноября. Вот, к примеру, недавно в Жорковинском районе был выявлен факт браконьерства с ходозаправом незаконной добычи Кабана. Благодаря оперативной работе правоохранительного органа и совместно с инспекцией нарушители задержаны. Уже добровольно возмещен ущерб. Также в этом году за незаконную охоту на косуле Сан-Дексасской районным судом два нарушителя были привлечены к уголовной ответственности. Не осознавая всю серьёзность экологической ситуации, любители охоты и рыбалки могут нанести серьёзный урон природе. Слухо. Слухо. Иногда можно оказаться нарушителем закона, не подозревая об имеющихся запретах. Заядлый охотник с 10-летним стажем Василий Милешенко знает все тонкости. «Постоянно езжу. Браконьеров здесь не замечал. Хулиганов тоже. Никогда у меня не было нарушений. Я постоянно ответственный охотник, как научили деды, старые охотники. С ними я начинал охотиться. Всё как делалось раньше, так и делается сейчас. Сейчас постараемся молодых привлечь к охоте, к рыбалке, чтобы в другую сторону ни в какую не уходили». Поэтому любителям охоты и рыбалки необходимо обеспечивать безопасность охраняемых видов и осуществлять охоту строго в соответствии с законом, напомнили представители ответственного ведомства. Аслан Абуталибов, Азамат Бикмагамбетов, Кокщаак, Парад.